Светлана Антонова как-то призналась, что сыгранные ею персонажи в большинстве своем либо сотрудники правоохранительных органов, либо страдающей жертвой. Возможно, поэтому муж, постановщик веселых кинолент, долго не приглашал ее в собственные фильмы, а она умеет и хочет быть смешной. Светлана родилась зимой 1979 года в московской семье военнослужащего и учительницы Сергея и Галины Антоновых. У супругов уже подрастала старшая дочка Наталья, сейчас также киноактриса. Именно Наташа вменялась в обязанность присматривать за младшей сестрой, если мама ненадолго отлучалась по делам. Несмотря на строгое и порой жесткое воспитание, девочки росли задорными, активными и общительными. Но если старшей больше всего нравилось играть во дворе с мальчишками, футбол и ходить на каток, то Светлана на протяжении 8 лет всерьез занималась плаванием, участвовала в различных спортивных соревнованиях. Еще будучи старшеклассницей, она стала посещать художественную студию, участвовала в выступлениях драмкружка. Светлана уговорила старшую сестру подготовить ее к поступлению театральное училище. Ее приняли сразу в несколько театральных вузов – ГИТИС, ЩУКУ и Щепкинское училище. Антонова выбрала ЩУКУ. В этом училище когда-то училась Наталья. Уже на третьем курсе молодую актрису начали приглашать сниматься. Первыми киноработами Светланы Антоновой стали роли в телесериалах «Гражданин-начальник», «Игра в любовь», «ФМ» и «Ребята». Подобно старшей сестре, актриса построила успешную кинокарьеру. Почти каждый год выходят новые фильмы с ее участием. На яркую и талантливую молодую актрису обратили внимание режиссеры. Уже в своей следующей картине «Вокзал» Света получила главную роль. Ее персонаж – несчастная и бедная девушка Оксана Пончук, которая была бомжом, но потом закрутила роман с начальником железнодорожного вокзала и получила место кассира. В 2005 году на телевизионном канале «Россия-1» состоялся показ многосерийного фильма «Любовь, моя», где Света снова играла главную роль, после чего актриса стала популярной среди любителей долгоиграющих сериалов. Настоящая популярность к кино пришла к актрисе после исполнения ею главной роли в блокбастере «Охота на пиранью». Режиссер Андрей Кавун пригласил Антонову на главную роль – военного химико-биолога Ольгу Хмельницкую. А тут твой благоверный нам такую интересную историю рассказал. Оказывается, вы же никакие не туристы, а отважные чекисты. Нигде не мог. А у нас прям в тайге у меня под носом. Ты моему обормотающий полстакана налей. Он тебе расскажет, что он россианин. Вместе с инструктором специального подразделения пиранья Кириллом Мазуром, которого играл Владимир Машков, они под видом совместного отпуска отправились в Сибирь. Настоящая их цель – найти и дезактивировать остатки секретной лаборатории, занимавшейся в далекие советские времена разработкой химического оружия. Они справляются с заданием, но попадают в плен к хозяину тайги, могущественному и богатому бизнесмену Прохору, который держит под своим влиянием и руководителей правоохранительных органов и местных криминальных авторитетов. У Прохора, его играл Евгений Миронов, есть любимое развлечение – охотиться в тайге на людей. А героям Машкова и Антоновой предстояло одержать в этой игре победу над безумным Сибиряком. После охоты на пиранью Светлану уже редко можно было увидеть в эпизодических ролях. В основном режиссеры приглашали ее играть главных персонажей. На заре карьеры актриса познакомилась с Олегом Долиным. Роман развивался стремительно. Вскоре влюбленные поженились, а летом 2004-го праздновали рождение малышки Машеньки. Знакомые считали эту пару на редкость крепким семейным союзом. Супруг регулярно преподносил любимой жене фантастические презенты, радовал приятными романтическими сюрпризами. Спустя 11 лет семья распалась. Как утверждает Антонова, муж ей изменял. Как оказалось, Олег имел другую семью, в которой ожидалось появления ребенка. Семейная жизнь не сложилась, и они расстались. Изменения в личной жизни актрисы начались после встречи с режиссером Александром Шигалкиным, который и стал ее вторым мужем. Он старше Светланы на 11 лет и до этого уже был в браке два раза. Многие говорили, что никогда мужчина не полюбит чужого ребенка, как своего. И я долго сомневалась, смогут ли они с Марусей понять друг друга. Маше тогда было 5 лет, и конец моим сомнениям положила именно она. В очередной раз, когда Саша после ужина собрался уходить, дочь вдруг сказала, «Хватит уходить, оставайся». И Саша сразу окружил нас такой теплотой. Теперь я точно знаю, что если мужчина любит женщину, то любит и ее ребенка. В 2012 году актриса подарила Александру дочь Таисию. Спустя еще 4 года, в возрасте 36 лет, сына Арсения. А в мае 2021 года Светлана родила третью дочь. Маша окончила музыкальную школу, учится снимать мультфильмы и уже помогает отцу с монтажом. У Таисии в приоритете спорт. Хорошие отношения у Светланы и с детьми Жигалкина от предыдущих браков, Анастасия и Полины. Многодетная мама поддерживает себя в форме. Вес артистки составляет 58 килограмм при росте 179 сантиметров. Среди своих самых любимых работ в кино Светлана считает мини-сериал «Психология любви», снятый в 2019 году. Действия разворачиваются в семье бизнес-леди, которая за построением карьеры утратила взаимопонимание с дочерью-подростком. К сожалению, зачастую подобная ситуация, как у моей героини, встречается и в жизни. Родители много работают и не успевают уделять время детям, не могут следить за их жизнью, не знают, что у ребенка на душе, что с ним происходит. Им порой кажется, что коротких встреч утром и вечером достаточно, а на самом деле категорически нет. Я лишний раз решила обернуться и взглянуть на свою жизнь, на своих детей. Изменения я действительно внесла, призналась актриса в интервью. Интересные факты. Если бы Светлана не выбрала актерский путь, то вполне могла бы преуспеть в профессии дизайнера одежды или художника. Живопись ей нравилась в детстве, а в подростковом возрасте все ее альбомы были изрисованы коллекциями вечерних нарядов, которые Светлана придумывала сама. Когда актриса была беременной первый раз, то находилась в таком благостном состоянии, что купила масляные краски, мольберт и постоянно занималась рисованием. Светлана всегда находится в потрясающей форме, несмотря на то, что является мамой четверых детей. Во время первой беременности, еще по неопытности, она считала, что кушать за двоих будет полезно для ребенка. Так, актриса набрала 22 килограмма. После родов лишний вес никак не хотел уходить, а на носу были съемки в фильме «Охота на пиранью». Света судорожно стала искать способ, чтобы привести в норму свое тело. Подруга посоветовала ей диету на яблоках и воде. Антонова последовала совету. Вес действительно быстро уходил, но на седьмые сутки она упала от голода в обморок, а потом еще пришлось лечить появившиеся от такой диеты гастрит и язву. Вообще, актриса утверждает, что все съеденное до обеда усваивается без вреда для фигуры. А вот в послеобеденное время приходится себя ограничивать. Бывает, что вечером приедет со съемок, и у нее начинается дикий голод, ужасно хочется кушать. Тогда Светлана спасается 1% кефиром. Конечно, идеальной фигуры Светлана добивается не только ограничениями в питании. Без физкультуры здесь никак не обойтись. С детства осталась любовь к плаванию. Актриса регулярно посещает бассейн и сауну. До переезда в загородный дом Светлана занималась йогой, а сейчас зарядку ей заменяет работа на садовом участке. Сейчас Светлане Антоновой 43 года. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем хорошего дня!